Алименты на содержание жены до трех лет. Оба родители несут ответственность за содержание своего малыша, его правильное воспитание и развитие. Часто бывшие мужья не хотят этого понимать и после развода пытаются сбросить все обязательства на плечи жены. Алименты на содержание жены, что это значит? Мать в свою очередь является фактически нетрудоспособной, потому что все время должна проводить с маленьким ребенком. Даже если в полуторагодовалом возрасте оформить ребенка в ясли, женщина долгое время не может найти работу, наличие малолетнего. Дитя не делает ее привлекательным работником для работодателя. Плюс к этому ребенок начинает часто болеть, требует все больше внимания и заботы, а женщина после нескольких взятых больничных просто может быть уволена. Получается замкнутый круг. Поэтому законом предусмотрена выплата алиментов на маму до трех лет и на ребенка, которая осуществляется отцом. Женщина с маленьким ребенком на руках нуждается в такой помощи, расходы на малыша велики, и одинокая мать обычно испытывает большие финансовые трудности в этот период. Рекомендуется требовать как можно большую сумму, которая возможна по закону в конкретной ситуации. Первые три года после родов женщина особенно нуждается в дополнительной поддержке. Условия назначения детских алиментов. Если бывшие супруги не договорились о добровольной поддержке ребенка и его матери, то взыскать выплату нужно в судебном порядке. Это положение прописано в статье 81 Семейного кодекса РФ. Мать должна определить конкретную сумму, которая ей необходима для содержания себя и малыша, но в пределах норм, предусмотренных законодательством. Суд будет изучать все обстоятельства дела, сравнивать доходы родителей. В случае правомерности этого вида помощи она будет назначена. Мать вправе в судебном порядке добиться алиментов для себя и ребенка. Выплата алиментов на ребенка и на мать до трех лет осуществляется. В следующих обстоятельствах. Отец малыша проживает отдельно, не участвует в воспитании, не выделяет достаточно средств на нужды своей бывшей семьи. Она происходит как на добровольной основе, так и в судебном порядке, в зависимости от согласия или отрицания бывшим мужем подобной меры. Отчисления производятся ежемесячно и высчитываются из общего дохода родителя. Условия назначения алиментов на жену. Для того, чтобы супругу было присуждено выплачивать алименты на содержание жены до трех лет, семья должна находиться в одной из следующих ситуаций. Женщина беременна общим ребенком. Родившийся в браке малыш находится в возрасте от ноля до трех лет. Дитя появилось в период, не превышающий 300 дней после развода. Сумма выплат зависит от многих факторов и может быть не только увеличена, но и продлена на более долгий срок. Это возможно, если Жена потеряла дееспособность в браке или в течение года после его расторжения. Ребенок имеет инвалидность в первой степени, в этом случае на отца возлагается пожизненная материальная помощь. Ребенок – инвалид второй или третьей группы. Пособие выплачивается отцом до достижения отпрыском 18-летнего возраста. Во время судебного процесса изучаются все обстоятельства, которые напрямую или косвенно затрагивают ситуацию, во внимание берется. Все, что может повлиять на сумму алиментов. Матери необходимо подготовиться и предоставить любые подтверждения необходимости более крупной суммы. Для этого могут использоваться следующие доказательства. Документы об отсутствии постоянного заработка и дополнительных источников. Дохода. Любые справки, уведомляющие о тяжелом финансовом положении. Показания свидетелей. Медицинские выписки подтверждения диагноза. Рецепты на лекарственные препараты, если ребенку необходимо лечение. Обратите внимание, женщина в исковом заявлении указывает точную сумму, которую она считает уместной для получения от бывшего мужа. Суд учтет все обстоятельства и установит размер ежемесячной выплаты. В 2018 году он находится в пределах 5-10 тысяч рублей. Размер алиментов, сколько высчитывается и от чего зависит сумма. Если у супругов один общий ребенок, то из дохода отца по законодательству удерживается 25% в счет выплаты алиментов. Двое детей получают 33%, трое или более 50%. Требования матери будут учтены судом при вынесении окончательного решения. Будет выбрана средняя сумма, которая позволит малышу иметь самое необходимое и не нуждаться в еде или лекарствах. Алименты на одного ребенка равны четвертой части от доходов отца. Если мама работает, то обязанности по детскому обеспечению возлагаются. На них обоих и сумма делится поровну. То есть половина той суммы, что необходимо для воспитания ребенка, вычитается из дохода отца, остальная часть приходится на мать. Которая также несет ответственность за содержание детей. Если отец имеет непостоянный доход, он не работает официально или его заработная плата не имеет фиксированной величины, то ему будет. Назначена судом твердая сумма выплаты. При ее расчете ориентируется на размер прожиточного минимума или МРОД, которые установлены в конкретном регионе России. Обратите внимание. Муж обязан выплачивать алименты на супругу до трех лет, независимо от того, бывшая она или настоящая. Сумма этих отчислений будет определена судом на основании многих факторов и доказательств, предоставленных матерью их общего ребенка. Как подать на алименты. Если родители договорились о добровольной помощи со стороны отца, то для заключения письменного соглашения потребуется минимум документов. Нужно взять паспорты обоих супругов, а также понадобится их ксерокопии. Кроме этого необходимо свидетельство о браке и о рождении детей. Соглашение оформляется в нотариальной конторе и приобретает статус юридически значимого документа. Свидетельство о расторжении брака не обязательно предоставлять, так как развод не является необходимым условием для получения алиментов. Отец ребенка обязан содержать как бывшую семью, так и все еще официально существующую. Алименты на жену выплачиваются добровольно или по решению суда. Если супруг не идет на мирное соглашение по выплате материальной помощи, потребовать от него необходимую сумму придется через суд. Для этого потребуется собрать пакет документов намного больше. Кроме уже перечисленных, нужно предоставить справки о доходах супругов. Документ из жилищной компании о составе семьи. Медицинские выписки о болезни или инвалидности ребенка, если они имеются. Справка из женской консультации о беременности, если бывшая жена находится в положении. Квитанция об оплате государственной пошлины. В суде предоставят образец, по которому нужно будет написать исковое заявление. В нем указываются все требования по отношению к мужу и представляются доказательства необходимости финансовой поддержки. Хорошо, если он будет составлен при участии юриста или адвоката. Это поможет получить максимально возможный размер алиментов в данной ситуации. Важно! Рассмотрение дела будет проходить в течение месяца. Обычно это занимает 20-30 дней. Порядок взыскания. После вынесения судебного решения женщине выдается исполнительный лист. С ним необходимо обратиться к судебным приставам, которые на его основании начнут производственный процесс. В итоге у отца ребенка будет изыматься часть дохода в принудительном порядке и переводиться бывшей семье в качестве алиментных выплат. Наиболее удобный способ получения средств – перевод на дебетовую карту Сбербанка, таким образом легко прослеживать поступление денег и формировать отчетность. Если алиментщику удастся каким-либо способом избежать обязательной уплаты, к нему будут применены более серьезные меры, которые включают в себя уголовную ответственность. Когда алименты на мать ребенка до трех лет не положены. Работающие женщины также могут получать алименты на жену до трех лет, только размер их будет значительно меньше, чем для нетрудоспособных матерей. Однако законом не оговорено, что материальная поддержка положена только безработным. В статье 89 Семейного кодекса говорится о следующих группах женщин, которые вправе потребовать выплат от бывших супругов, беременные, совместным ребенком, потерявшие трудоспособность, имеющие ребенка до трех лет, имеющие ребенка инвалида, тогда алименты продляются до 18 лет. То есть в законе не указано, что на выплаты могут рассчитывать только нетрудоустроенные женщины. А социальное поведение матери – повод для отказа в предоставлении алиментов. Супруг может добиться отказа в выплате алиментов на содержание матери ребенка до трех лет, в судебной практике это возможно только в двух случаях. При ее аморальном поведении в отношениях с мужем. Алкоголизме при доказанном факте супружеской измены. Потеря трудоспособности жены произошла вследствие совершенного правонарушения. Если в этих двух ситуациях жена пытается получить компенсацию на свое содержание, то муж вправе подать ответ на исковое заявление, в котором сослаться на одно из этих обстоятельств. В процессе судебного разбирательства ему также будет необходимо привести аргументы и доказательства, подтверждающие непотребные действия бывшей жены. Решение о правдивости показаний мужа и возможности получать пособие его женой остается за судьей. Также женщина не получит алименты на себя, если она имеет доход от дивидендов сдачи недвижимости в наем, ренты. Она снова вышла замуж, ребенок достиг трехлетнего возраста. Важно, обращаться с иском в суд, чтобы получать алименты на мать ребенка до трех лет, может только официальная жена, бывшая или настоящая. Женщины, проживающие с отцом своего ребенка в гражданском браке, не могут претендовать на материальную помощь для себя, а только для общего дитя. Судебная практика. Наибольшая вероятность одобрения суда на получение алиментов для бывшей супруги имеется в том случае, если она занимается воспитанием ребенка до трех лет. Этот возраст является стандартным для окончания декретного отпуска и выхода на работу. До этого времени чаще всего женщина оказывается в тяжелом положении, когда она не может оставить ребенка, или найти работу по причине его малолетнего возраста. Суд принимает положительное решение, если в ходе разбирательств устанавливается, что ребенок общий, рожден в браке или не позднее, 300 дней после его расторжения. Также должно быть доказано, что ребенок будет проживать вместе с матерью и она будет осуществлять уход за ним. Больше всего сомнений всегда вызывает степень материальной нужды супруги. Щетка определенных норм для этого не существует на официальном уровне, поэтому принимаются все факторы, относящиеся к этому вопросу. Этот вид материальной помощи не нужно путать с алиментами на ребенка. Это дополнительная поддержка именно для мамы, которая оставшись одна, нуждается в дополнительном доходе.